Смотрите, как я умею. Красота! Всем здравствуйте! Приветствую вас на канале Плеском Михаила. Дорогие друзья, сегодня у нас будет обзор гаджета и никакого-либо действительно очень интересного в качестве подарка и так далее. Видео не рекламное, ссылки на данный товар не будет, но если надо, в интернете вы подобного найдете достаточно много. Друзья, это классный ежедневник с функцией беспроводной зарядки, с флешкой на 32 гигабайта и многое другое. Более подробно в этом видеоролике. Погнали! Дорогие друзья, смотрите какой классный у меня сегодня есть гаджет. Первый раз я узнал о существовании подобных вещей. Если мы сейчас установим на него непосредственно телефон, поддерживающий беспроводную зарядку, то да, действительно он начнет заряжаться. Но это, мягко говоря, абсолютно не все преимущества данного устройства. Смотрите, в первую очередь в глаза нам бросается застежка интересная. Она на магните и на магните у нас флешка, внимание, на 32 гигабайта. Что, в принципе, для хранения документов, для хранения всевозможных, возможно, личных файлов на данный момент вполне достаточно. Более серьезные объемы это уже, наверное, все-таки внешние диски. Но беспроводная зарядка, флешка на 32 гигабайта и это у нас самый обычный ежедневник. Естественно, он рассчитан на съемные элементы, то есть бумагу можно купить подобную в любой канцелярии и меняется она действительно очень и очень просто. В этом нет ничего абсолютно сложного. Бумагу мы пока временно откладываем. Что касается левого торца, слева у нас есть большие кармашки для каких-либо документов. Что касается карточек, карточек сюда вмещается довольно много. Можно уместить их вот так вот, раз, два, три, четыре окошка, ну и, соответственно, в каждую можно вставить что-нибудь интересное. Но самое интересное нас ждет непосредственно в правой части, уже, собственно говоря, в конце самого ежедневника. Здесь у нас есть разъем зарядки, то есть в данное устройство встроен повербанк, внимание, на 10 тысяч миллиампер часов. Что касается заявленного, написано, что он заряжается двумя амперами и выдает тоже 2 ампера непосредственно по кабелям. К этому мы вернемся немножко позже. Есть разъем зарядки, естественно, есть Type-C, есть лайтинг и microUSB. Что касается удобства, кабеля эти не болтаются, они отлично защелкиваются вот в эти пазики и я думаю, что со временем у вас ничего не отвалится. Габариты устройства 18 на 24 сантиметра. Что касается веса и удобства использования, то самый обычный бумажный ежедневник без каких-либо наворотов весит 314 грамм. Если сейчас мы взвесим вот это технически сложное устройство, то весит оно уже будет 719. К сожалению, но возможно даже к счастью, я сейчас нахожусь дома и какого-то спецоборудования для проверки непосредственно самого повербанка в этом ежедневнике у меня нет. Но у меня есть повербанк BASIUS, который умеет показывать входящий и исходящий ток. Давайте проверим. Итак, сейчас мы попробуем зарядить наш ежедневник. Соответственно, сейчас начнется зарядка. Я вижу, что зарядка уже пошла и давайте посмотрим потребляемый ток. Соответственно, это 5,1 А и потребляет он 1,9 А. Ну а теперь посмотрим, как именно он отдает ток. Возьмем Type-C и вставим его непосредственно в мой повербанк. Так, готово. Нажимаем кнопочку, потому что только после нажатия кнопочки у нас активируется зарядка непосредственно выдачи электроэнергии, если так можно сказать. Так, здесь мы уже видим с вами IN. То есть, повербанк вот этот теперь заряжается. И посмотрим, каким вольтажом. 4,4 В, 2 А. То есть, 2, даже 2,1 А данный ежедневник свободно выдает, что я считаю тоже неплохо. Ежедневник из комплекта не имеет сортировку по дате. То есть, здесь в самом начале у нас есть 2021 год, 2020, далее 23, 24, какая-то техническая информация. Но в целом далее даты нет. То есть, можно использовать его, мягко говоря, бесконечно. Также легкосменные листы можно вырвать, можно добавить новые. Никаких сложностей с этим у нас абсолютно нет. Ну а вот сюда можно прикрепить какую-либо ручку. Ну что же, дорогие друзья, прошу сильно не кидаться тапками. Это мой второй обзор. Кстати, первый обзор был на повербанк базе. Достаточно качественная вещь, которую вы видели в этом видеоролике. Но что касается конкретно этого устройства, пользоваться им будет моя жена. Она обожает ежедневники. Плюс такой навороченный. Вещь действительно хорошая, подойдет как отличный подарок. И врать не буду, до этого о подобных устройствах я просто даже не предполагал. Искренне надеюсь, что вам понравилось. Если будут какие-либо вопросы, я со своей стороны постараюсь ответить на них в комментариях. Подписываемся на канал. И как я и обещал, впереди нас ждет исключительно все самое интересное. Пока!